Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 8 апреля. Ой, извиняюсь, прям слепит в глаз. И как раз наступила та пора, что те люди, которые высеяли в начале марта, в среди летний марта свою рассаду, уже давно ее распекировали, и у каждого, почти у каждого, ну у каждого второго это точно, возникает желание чем-то ее подкормить, поддержать. Но, вот сегодня уже приходят комментарии такие тревожные, уже первые потери. Во время подкормок сжигаются листья, вообще вся рассада, есть даже вся рассада погибает. И я сегодня хочу вот этот вот экстренный выпуск снять, чтобы помочь разобраться в подкормках. Сейчас расскажу, какая подкормка кому подойдет, все вот эти нюансы, чтобы у нас было как можно меньше потерь, невозможно смотреть в эту сторону. Сейчас я камеру сюда перенесу поближе, чтобы вам все прочитать, все рассказать. Долго не буду. И еще, показывать, как развожу, не буду, скажу на словах, потому что некоторые предъявляют претензии. Вот вы рассказали, одну столовую ложку развести в 10 литрах воды, почему не показываете, не поливаете. Но если я буду все, что я говорю, показывать и поливать, то моя рассада точно загнется от подкормок, мне не всегда она нужна. Но я думаю уж столовую ложку удобрения развести в 10 литрах воды, это не так сложно. Просто взять, насыпать, размешать, все. Перед тем, как начать рассказ о подкормках, я хочу напомнить, что в предыдущих видео я вам говорила, что, возможно, подкормка вашей рассаде не нужна. Если можно избежать подкормки, если вы начинающий, то лучше, конечно, их не делать, потому что вот приходят такие комментарии про ожоги, все. Если вы видите, что листья у вас такие зеленые, яркие, если сами стволики толстые, хорошие такие, и если до высадки осталось немного времени, то можно не подкармливать. После того, как вы высадите на постоянное место, они обычно становятся крепкие, и там им уже, ну, там подкормки делать проще. Тут с чем сопряжено осложнение в подкормках? Что здесь маленький объем грунта, и вот сейчас я прочитала про обожженные листья. Какие бы вы ни делали подкормки, даже вот эти вот, которые, казалось бы, мягкие, такие жидкие, гуминовые, тут, смотрите, даже тут написано, вот, видите строчку, некорневые подкормки проводить рано утром или поздно вечером, то есть некорневые, это опрыскивание по листу, даже вот эти вот удобрения, которые считаются натуральными, естественными, природными, их брызгать на листья, когда они стоят на солнце, все равно нельзя, нужно только или рано утром, или поздно вечером. Вот смотрите, видите пятнышки у меня на листиках? Это вот от простой воды. Не успеваю утром сделать полив, иногда полью, в стаканчик уже попасть сложно, когда они стоят сплошным, и приходится вот так вот поверху поливать дождеванием, и капельки, которые не успевают высыхать, они получаются как, ну, как вот солнечный луч, через эту каплю прожигает листик. А что говорить про удобрение? То есть вот это запомните, если вы делаете по листу, листовые опрыскивания, только или до того, как выйдет яркое солнце, или вечером. Начнем про удобрение, ой, про подкормки. Вот смотрите, если, я всегда говорила, что, вот если я готовлю жирный, хороший такой грунт, сею туда, потом при пикировке заменю еще раз, когда у меня спрашивают, что вы его заменяете, что с ним такого страшного делается, что вы меняете его на свежий, ничего с ним страшного не делается, но помидоры съедают оттуда все вкусные, питательные вещества забирают, и в результате, я вам сейчас вот покажу, если он стоит в таком стакане, и у него вот в таком, такая корневая система, уже весь полусъеден грунт, ясно, что ему этого мало, и вот в этом стаканчике уже питания почти нет, вы видели, там почти одни корни, и так как, это вот для теплицы, так как до высадки в теплице у нас еще более чем полмесяца, все в большую тару, я их распикировать не могу, то вот в этом случае, как я вам показала, смотрите, он бедный, обездоленный, у него там земли почти нет, питательных веществ у него почти нет, он все же высосал оттуда, он здоровый, зелененький, но нет у него там ничего, он может, если его сейчас не подкормить, он может захереть, вот такую рассаду не грех и подкормить, но опять же, для подкормки мы выбираем, как я говорила, что или нужен комплекс, вот про эту нитрофоску я говорила, где у нас азот, фосфор и калий, или вот такие вот жидкие удобрения, но даже с жидкими удобрениями, как мы всегда из года в год повторяем, чтобы не было жирования, не подкармливайте сильно азотом, даже вот такие жидкие, безобидные, натуральные, сейчас очки одену, нужно все равно смотреть состав, я специально купила вот это вот для образца, несмотря на то, что вам такое удобрение нигде, наверное, не попадется, вот этот Теллура-М, вы нигде его не найдете, потому что оно у нас местное, Бийское, где-то здесь даже написано, что лучший товар Алтая, а вот город Бийск, Яминская, 10, это наш местный производитель, но такие же удобрения региональные есть в каждом городе, и даже вот, и все думают, что они вот такие жидкие, натуральные, безобидные, их тоже нужно смотреть состав, вот здесь, смотрите, у нас в составе больше всего азота, 12, фосфора меньше 5, и калия 3, это совсем мало 5,3, а азот преобладает, что это значит? Значит, если вы начнете регулярно вот таким удобрением подкармливать свою рассаду, она может быстренько начать жирование, вот у меня, смотрите, вот этот, он и так такой толстенький, у него листик зелененький, и вот такая рассада, если подкармливать, чтобы во избежание жирования, лучше, конечно, выбрать удобрения, которые вообще без азота, вот смотрите, в данный период сейчас я могу подкормить их, чтобы был фосфор, калий, и чуть-чуть азота, но если даже не чуть-чуть, то хотя бы в равных долях, как я и говорила, вот смотрите, тут азот 11, фосфор уже 10, и калий 11, то есть, вот это для моей ситуации, она более подойдет, тут азота, фосфора и калия в равных частях, то есть, мы выбираем удобрения, где первый, второй и третий макроэлемент в равных частях, в том случае, если у нас состояние растений хорошее, они зеленые, они такие вот толстенькие, не исхудавшие, но просто нам нужно поддержать, ну как полную поддержку, для того, чтобы они до высадки в грунт, хоть там в теплицу, хоть в открытый грунт, чтобы у них было питание, потому что ясно, что для такого взрослого растения, вот такой стаканчик, это очень мало, это одна ситуация, другая ситуация, если вы видите, что у вас растение, ну совсем бледное, листики светлые, но к сожалению, я не могу вам показать, может к сожалению, может к счастью, у меня нет с желтыми листьями, но если вы видите, что вот, вот я вам показываю, вот яркий зеленый, или вот такой, может быть чуть-чуть светлее, но все равно зеленый, а бывает вот бледненькие, вот светлые совсем, то вы можете по бледности листьев понять, что у вас, возможно, не хватает азота, потому что почвы бывают бедные, песчаные, совсем не плодородные, смотря где вы их взяли, может быть вы взяли с огорода, где вообще нет ничего, и тогда в этом случае, вы можете, вам наоборот, даже поможет вот такое вот, ну как, вот такое средство с повышенным содержанием азота, то есть, что я хочу до вас донести, каждый должен применять первое, в первую подкормку, удобрение, которое вам подходит, вот у меня очень зеленые, я могу комплексом, где все одинаково, если у вас бледные листья, выберите, где побольше азота, потом, так, сейчас я, еще хотела посмотреть один, вот у нас же всякие, нитрофоска, азофоска, вот борафоска, все эти фоски, и по названиям, даже иногда сложно запомнить, даже тем, кто много-много лет выращивает, узнаем только на задней стороне, если у вас вообще все хорошо с рассадой, и даже у вас грунта много, и вообще вроде бы ничего и не требуется, но хочется подкормить, тогда можете подкормить просто фосфорно-калийным удобрением, то есть там, где только фосфор и калий, или просто сделать вытяжку с суперфосфата, потому что вот на этих парах обычно все рекомендуется, специалисты, что нужен фосфор, суперфосфат, ну не только суперфосфат, можно монофосфат калия, их обычно применяют для увеличения корневой системы, там, чтобы оно крепло все, но я вот вам сразу говорю, что я вот показала вот эту, ой, такая корневая система, мне вот даже не надо увеличивать корневую систему, я скорее всего, сейчас если буду подкармливать, я остановлюсь все-таки вот на таком, на комплексе НПК, где одинаково, азот, фосфор и калий, просто это всеобщая поддержка, потому что там они все съели, и потому что, чтобы добавить туда питательных веществ в равных долях, еще вот как раз то, что говорила про жидки, вот эти вот гуми, кузнецовы, вот этот эликсир, многие в комментариях пишут, что постоянно пользуются только вот такими удобрениями, они тоже очень хорошие, тут азота 5, ой, 0,5, и фосфора 0,5, то есть в равных долях, и азот, и фосфор, это значит, что не пойдет оно рывком, это растение не начнет жировать, выбирая подкормку, остерегайтесь все-таки жирования томатов, но опять же, здесь сторона двух медалей, один может, например, бояться жирования, а другому огороднику, наоборот, не хватает этого азота, и он, наслушавшись того, что вот бойтесь жирования, оно у вас начнет жировать, не давайте азот, не будет давать ему азот, а может быть, именно азота и не хватает, вот оно хилое такое, отстающее, еще раз повторяю, смотрите по состоянию здоровья, если лист зеленый, азот можете вообще исключать, если лист желтый, извините, что повторяю еще раз, но иногда, после того, как скажешь, еще раз спрашивают, а можно ли подкормить удобрением, в котором есть азот, можно, если он вам нужен, если он вашим растениям не нужен, то можно его не добавлять, вообще все рекомендации, все строятся на том, что вот в такой период рассадный, лучше азот рассаде не давать, она попрет, начнутся листья расти, начнутся стебли расти, будет в ущерб цветения, в ущерб плодоношения, лучший вариант, вот, теперь про дозировку, еще раз напомню, что удобряем только по влажному грунту, вот я сейчас их полила, грунт влажноватый, это все делаем во избежание ожогов молодых корешков, то же самое, вот что я говорила про, по листьям, что нельзя утром и вечером, а тут нельзя на сухой грунт, потому что какие-то правила подкормок, все-таки нужно соблюдать, чтобы ваша рассада, ну, чтобы не загубить рассаду, вот это вот, например, комплекс, берете столовую ложку, лучше не полную, растворяете в небольшом количестве воды, можно замочить на час или два, растворяете, растворяете, и на 10 литров воды, все, и поливаете, ну, как обычный полив, сколько вы льете там из леечки, до полного смакания, ну, пусть там будет у вас полстаканчика, 100-150 грамм, смотря какой стакан, конечно, в этот стакан больше, поэтому тут норма не дается, просто поливаете, как при обычном поливе, все, вот у этого, у этих удобрений, там оно до конца не растворяется, оно вот, этот вот осадок, его надо постоянно взбаламучивать, чтобы вся эта взвесь разошлась равномерно по всем стаканам, это как раз вот эти полезные вещества, питательные, которыми будет ваша рассада питаться, все, я надеюсь, ясно вам сказала, что тут самое главное, нельзя на солнце по листьям опрыскивать, нельзя на сухой грунт поливать, чтобы не было у нас потерь, потом, нельзя большое содержание азота давать, если у вас растения хорошие, зеленые, и, ну, все остальное можете применять, хоть жидкие, хоть вот такие сухие, разные, но каждый выбирайте по своему состоянию рассады, потому что необдуманно нельзя, какую попало, вот, пошли в магазине, купили, развели и подкормили, тут нужно действовать очень осторожно, и если вы не знаете, чем подкормить, лучше вообще не подкармливайте, оно потом после высадки в грунт, возьмет свое, у них будет большой там объем питания, все, лучше, чем загубить вообще рассаду, все, до свидания, золотое правило подкормок, лучше не докормить, чем перекормить, не доктора. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!